Я сказал стартуем! С другой стороны, вы знаете, я в твиттере, если бываю раз в два года, напишу, что сегодня сходил в туалет, чтоб все знали, целых 10 моих подписчиков. Еще с твиттером у меня связана неприятная одна вещь. Однажды я его завел себе все-таки, потом забил на него, пришел как-то проверить, как дела, и оказалось, что я был подписан на всяких галустянов, при том меня подписали бесплатно. Поэтому я считаю, что твиттер это самая маргинальная соцсеть, где еще и рот сейчас пластырем закрывает, только скажи что-то не то, поэтому больше мне добавить нечего, ребята. А поговорим мы сегодня про Телеграм. Нет, я не буду ругаться на Дурова, там, обзывать его, как я обычно делаю, тем более я уже сам использую Телеграм. Он тесно связан с нашим Майнкрафт сервером. Да и выбора нет. Почему? Потому что Телеграм практически у всех вас есть. И чтобы игрок смог попасть в белый список, мы создали группу. Он пишет ник, мы его добавляем, и он играет. Ближе к делу, потому что я уже целых две минуты говорю про что-то не то, вы уже не обижайтесь, люблю я с вами поболтать. Тем более многие из вас жалуются, что ролики конкретно очень короткие, хочется больше от меня болтовни. Так о чем мы сегодня поговорим? Между разработчиками Телеграма и разработчиками двух популярных дистрибутивов Linux, а точнее Fedora и Gentoo, произошла неприятная ситуация. Когда разработчики Fedora и Gentoo обращаются к разработчикам Телеграм, разработчики Телеграм забивают на них большой гигантский болтес, или же болт. Вот, кстати, письмецо от разработчика, где он сообщает, что пакетики сопровождающие они удаляют. Выходит такой релиз Телеграма, так вот, его берут, короче, прикручивают к этим дистрам и возникают проблемы. Они стучат в дверь, тук-тук, слушайте, разработчики Телеграма, может вы проблемки-то исправите, а те говорят, ты кто такой? Вы кто такие? Я вас не звал! Ну вы поняли. Скажу проще, есть Телеграм на официальном сайте, который они скачивают, да, или я, или вы, а есть Телеграм, который собирается в репозиториях, вот. И как бы тот Телеграм, который собирается отдельно, из исходников, да, разработчики Телеграма не хотят поддерживать и связываться с этим. Они говорят, чуваки, вот мы вам собрали, короче, качайте там. Естественно, разработчики Федора, разработчики Генту хотят, чтобы Телеграм максимально стабильнее работал на их дистрибутивах. Да и как вам сказать, если на одном дистрибутиве решается какая-то проблема, естественно, она будет решена и на других дистрибутивах. Как это и происходит? Есть роллинг-релизы, например, нестабильный Debian, например, какой-нибудь Arch, куда пакеты приходят быстрее всего, там проблемы возникшие решаются, потом уже в стабильную версию залетают программные продукты с решенными проблемами. Вы наверняка спросите, а что так бывает? Реально в Linux дистрибутивах, в репозиториях есть Телеграм? Да, он даже есть в русском дистрибутиве база Alt, который устанавливается на компьютеры Elbrus, на многие российские суперкомпьютеры и используется дохренище, где в госорганах. Наряду с Astrой, Elbrus OS, ну и какой-то процент, видимо, Роса Linux. Так, поставил камеру на мой добитый китайский штатив, слава богу, хоть как-то, да, покажу вам, что вот вы видите, есть пакет Telegram Desktop, уйма зависимостей, и мы сейчас установим Telegram, нажимаем в синептике установить, показаны зависимости, вот шрифты Open Sans, нажимаем применить, применить, и скачиваем телегу весом 18,5 мегабайта, и будет на диске использовано, со всеми зависимостями, 46 мегабайт с копейками, нажимаем применить, и пошла установка. Вот как раз при сборке вот этих пакетов, которые попадают в репозиторий, и возникают проблемы. Разработчики Telegram говорят, слушайте, мы вас не знаем, чуваки, или качаете с официального сайта, или Sprachin the Duetion отседуло. Конечно, мне проще скачать пакет из репозитория, уже адаптированный, который точно будет работать без проблем, а не идти на официальный сайт, скачивать. Так еще пакета RPM не будет, скорее всего будет DEP, будет вот такой вот архив, который надо будет через терминал установить, а потом возникнут какие-то проблемы, потому что ты неправильно все это дело прочитал, этот мануал. Это же не экзешник, или же DMG для Mac, где все просто, на винде на экзешник нажал, открыл DMG, короче, перетащил в EPP, и все работает. Нет, тут еще уйма будет геморроя, понимаете, после которого для вас Linux покажется приятным приключением. Хотя, если сделать программу выполняемой через настройки, можно просто по одному нажатию Telegram запустить, вот так, и он будет работать. Но не будет отображаться в меню, и т.д. т.п. Надеюсь, вы поняли всю ситуацию, напишите, кто прав, кто виноват в данной ситуации, возможно померятся, и проблемы с пакетами пропадут. На этом я заканчиваю, всем пока, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok